В записной книжке Валена упоминается его личный штаб. Аванпост высоко в горах. Вероятно, в районе сосредоточены крупные силы противника, а обломки союзных танков говорят о наличии батальона тигров. Вален, видимо, помешан на безопасности. Впрочем, после предательства в Сиве это вполне оправдано. В связи с этим пробраться в штаб Валена и выследить его будет очень непросто. Он обосновался в развалинах древнего памятника, уходящего вглубь скалы. Меня ждут открытые равнины. Но, похоже, я смогу использовать свою винтовку с горных высот. На всякий случай нужно будет захватить мины. По крайней мере, со мной будет Брауэр. Он хороший человек и надежный друг. Всем привет, ребятушки, у микрофона Агент Фокс. Я продолжаю проходить, снайпер или три. Это у нас уже шестая миссия. Вот. Да. Вот так я тут решил. Сначала винтовку немного поднастроиться, чтобы у меня было... Чтобы увеличить дальность через прицел увеличена была. И вот, да, ребят. Так, окей, ладно. Вот, и модифицируем винтовку. Вот, всё, отлично. Это у нас уже миссия Перевал Кастерин. Шестая миссия. Поэтому сейчас, ребятушки, вот там... Катсценка. Иди по верхней дороге. Будешь помечать мне цели. Теперь только вперёд. Мёрзнешь. Что? В такой жаре? Вряд ли. Здесь полно работы для снайпера. Хорошо. Люблю работу. Ну что ж, дорогие друзья. Эта миссия у нас тоже довольно-таки длинная получилась. Вот. Да. Так, ну что ж, ладно, ребятушки. Сразу хочу вас предупредить, что вот эта миссия тоже у меня получилась не идеальной. Вот. Поскольку, понимаете, ребята, вот... Я в этой миссии вот один раз спалиться-таки умудрился. Точнее, вот я уже забыл. Я... Ну, не сколько я раз спалился, но... Парочку раз я точно... Вот. А, вот вспомнил. Я два раза серьёзно спалился, когда вот охранник... Когда вот враги... Вот запон... Мы его сполошились и... А, вот в результате у меня радар вот в левом нижнем улу оказался красным. Такое дважды, ребят, произошло, но я вырезать ничего не стал. Ибо вот когда я первый раз спалился, я... Аммм... 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 Это... Там я урона не получил. Серьёзных последствий это не имело. Так, блин, 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 блин. Тихо, беспаливо. Вот, видите, ребятушки. Вот этот вот немец-паганец такой чуть меня не спалил уже в начале. Ну, ладно, ребятушки. Всё хорошо. Вот я справился. Вот я добежал до укрытия. Да. Почему я, ребят, решил слева начать? Просто, понимаете, ребята, тут миномёты Нибельверфер, вроде бы, так называются. И вот, ребят, я решил воспользоваться маскировкой звука. Маскировкой выстрела. Вот видите, просто вот реально звук выстрела этого миномёта может заглушить. Вот выстрел. Вот видите, ребята, вон он появляется. Да. Поэтому вот, ребятушки. Так, 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 так. Мы должны с вами нейтрализовать Нибельверфер, но я пока, ребята, повторюсь, решил воспользоваться маскировкой выстрела. Поэтому да. Так, бам. Вот и всё. Отлично. Поэтому вот, ребятушки, вот. Так, вот тут ещё один охранник, я его не увидел. Вот, поэтому да. Вот тут мне, кстати, ещё пришлось немножко побегать. И вот тут, ребятушки, я вам ещё баг вам покажу в этой миссии. Вот видите, ребятушки, вот. Вот эти вот миномётчики, они на миномёте не нажимали на спусковой механизм. А видите, вот. Вот несмотря на то, что звуковой стрелы нет, вот видите, вот, ребята, на верхнем... Наверху, ребятушки, вот. Вот, да. Там всё равно звук... Видите, волны идут. Вот, а если, как я говорил в одной из предыдущих миссий, вот если вот этот... А если знак волна есть, то тогда, значит, ваш громкий выстрел из винтовки не услышат. Поэтому да, ребятушки, вот. Сейчас вот, несмотря на то, что вот эти миномётчики не заряжают миномёт. Вот, да. И вот всё равно, видите, вот. Вот это вот баг игры. И вот, я вот тут сильно испугался, думал, вот, нервничал, думал, что за фигня, почему... Вот, вроде охранники успокоились, вот, но всё равно... Аммм... А, всё равно, вот... Блин, не знаю, как это сказать. В общем, всё равно, вот, не идут на место. Вот они, по идее, должны. И вот это как-то странно. Напрашивается, конечно, этот минус, ребят, но... Это уже пускай будет на совести разработчиков. Да. И вот тут, ребятушки, я решил, вот... Хорошее место для скрытной стрельбы. Вот тут я, вот в этой миссии, я решил подлой тактикой воспользоваться, связанной с незамаскированными взрывами. И вы просто понимаете, ребят, вот я, вот, чтобы слишком долго не дожидаться момента, когда появится возможность воспользоваться маскировкой звука. То есть маскировка выстрела, ребят. Поэтому да, ребят, я тут решил, вот... Выстрел... Выстрелил, сбежал, стрельнул, сбежал. Выстрелил использовать тактику. Вот, но это, ребятушки, не сейчас. Ближе к концу я такой тактикой воспользуюсь. Так, ребят, вот видите, ребята, тут реально волну уже несколько минут тут. На верхнем... Наверху, вот, в центре, наверху, видите, ребят? Да. Вот вроде, вот, громких выстрелов нету, а все равно я могу вызвать, вот, все равно. Это можно замаскировать. Вот реально, ребята, вот, прежде чем я покажу вам, я решил попробовать почикать, вот, пистолеты с глушителем. Несколько охранников. Да. Так, подзарядимся. Вот. Так. Бамс. Так, вот, ребята, видите? Да, охранники сполошились, ибо я... Ибо этот товарищ, которого я застрелил, вот, он прямо на глазах у своего напарника упал. Поэтому, да, вот, охранники сполошились. Вот. Так, окей, ладненько. Реально, ребят, я вот тут нервничал, думал, вот, все, кромты, вот, все, ГГВП. Вот, но, тем не менее, ребяточке, все обошлось. Думал, вот, если я использую громкий выстрел, то меня спалят. Вот, ну, реально, ребят, вот, я пробовал вот стрельнуть, вот, даже несмотря на то, что вот, вот, этот знак волны может быть ключный. И, ну, все нормально, меня никто не палил. Так, да. Так, ну-ка, получай хэд. Отлично. Так, вот, ребятушки, все. Так, я решил попробовать камнем привлечь вот какого-нибудь охранника. Но, вот, видите, вот, вот, и вот тут, ребятушки, я не понял, вот, это охранник сам обернулся, вот, или звук камня его привлек. Так, вот здесь вот, ребятушки, после того, как вы уничтожите этот миномет, вот, тут будьте аккуратны, ибо, вот, здесь вот, тут может бродить вот сюда, после того, как уничтожите миномет, придет охранник. Поэтому я решил, ребята, мину заранее заложить, чтобы он тут не болтался, а сразу сдох, наткнувшись на мину. Да, поэтому, да. Так, я тут пробовал, ребятушки, вот, камня я привлечь, но держу пари, вот, видите, ребята, повторюсь, волны все еще, знак волны все еще действует, вот, все еще работает, видите, и вот я решил попробовать, ребята, вот, воспользоваться этим багом, вот, и поубивать этих двух солдатей. Вот держу пари, вот, из-за того, что вот знак волны наверху все еще показывает, вот, держу пари именно из-за этого охранники не услышали, то, как я камни. Вот, видите, ребята, вот вам баг, вот я вот стреляю, вот, вот, не бельверфер этот миномет не стреляет, ребятушки, вот, тут летают самолеты, но поэтому, да, я решил воспользоваться вот этим вот багом, чтобы подчикать охранников по-тихому. Так, прежде чем я уничтожу минометик, я вот там, вот, я решил еще поискать, его с помощью бинокля поискать врагов, и памс, и прописать им хэды. Так, получай, вот и все, вот так вот, о, мне еще звание, ну, я достиг 46-го уровня, и мне новое звание дали, отлично. Так, ну, а на этом, ребятушки, все, я решил вот уничтожить небельверфера, и вот все, вот звук волны, вот, знак волны пропал, и все, вот, вот, дальнейшие выстрелы, вот, немцы услышат, вот, если я буду стрелять из огнестрельного, из громкого оружия, там, из винтовки, к примеру. Так, 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 я решил, ребята, пойти дальше, вот, но там вот, впереди, вот, там несколько охранников, они вот услышали то, что, то, как я бегаю. Так, вот, видите, ребята, там после того, как, как я сказал, вот, там, после того, как вы уничтожите небельверфер, там охранник туда пойдет, к разрушенному миною, это видите, слева. И вот, ну, но я заранее обо всем позаботился, я мину поставил, сейчас этот охранник там нагнется на мину и подохнет. Поэтому, да, вот видите, убийца при помощи ловушки. Так, один из охранников, у которого, вот, там три были впереди, вот, он услышал, как я тут бегаю, и вот, пошел проверять. Ну, я заранее на всякие пожарные тут поставил мину, вот, чтобы, вот, он наткнулся на нее и сдох. Вот, все будет нормально, ребяточки. Вот, да. Поэтому, вот. Ну, что ж, вот, следующая миссия, вот, седьмая у нас будет аэропорт. Вот, точно не помню название, Фон Дюфа, вроде бы, Фон Дюфа, вроде бы. И вот, Фон Дюфа, этот аэропорт, это последняя, предпоследняя миссия, пардоните, я как говорился. Финальная миссия, последняя, это завод Роте, где производится секретное немецкое оружие. Извиняюсь за возможный спойлер, но это танк. Очень, очень мощный танк под кодовым названием Крыса. Вот, вот, цели, вот, главного антагониста, вот, снайп, третьего снайпера, этого полку, генерала Франца Баллина. Вот, так, вот, наткнулся солдатей на мою ловушку. Так вот, главное задание Баллина, вот, здесь, в Африке, это создание танка Крыса. Да. Поэтому, вот, ребятушки. Вот. Даже не знаю, что, ребят, еще сказать. Бам. Так, к этому хэт. Вот. Так, и вот еще, ребятушки, вот, по поводу снайпера Литри, это, ребятушки, еще не все. Это сюжетная линия основная, это еще не все. Я еще буду проходить дополнение. Вот, к снайперу Литри, там охота на волка, и вот, и спасти Черчилля. Вот, да. И вот, вы, наверное, если, а если вы, ребята, спросите, какой из эпизодов, вот, спасти Черчилля сложный, вот, вот, для пометок самое сложное, это первый и третий. Ибо, вот, второй еще средней сложности такой, ибо там реально пройти без палива. Вот, хотя не, я вру, там без палива никак. Так, ну, этот эпизод, второй эпизод, вот, в пасти у зверя, вроде бы, называется. Вот, первый эпизод называется в тени, второй, вот, в пасти у зверя, и третий, противостояние. Вот, самый простой, вот, эпизод, вот, спасти Черчилля, это второй. Вот. Поэтому, да, ребятушки, надеюсь, эта инфа как-то вам поможет. Вот. Так, окей, ладненько. Так, 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 так. Вот здесь, ребятушки, я, кстати, вот, испугался. Вот, просто, понимаете, тут должна бронемашина ездить, а ее почему-то здесь нет. Вот. Да. Так, сейчас, ребятушки, вот этого товарища. Вырубаем хэдом. Вот, я хотел второго вырубить, которого я отметил, но, к сожалению, ребятушки, вот, он зашел за камнем, и вот поэтому мне вот отсюда его уже не достать. Вот, но повторюсь, ребятушки, я ближе к концу одну тактику решил использовать. Выстрел, стрельнул, убежал, стрельнул, убежал. Вот, чтобы, вот, не палиться слишком сильно. Просто, понимаете, ребят, если вы будете с одного места долго стрелять, вот охранники поймут, откуда вы стреляете. Поэтому, да. Вот. Так, окей, ладненько. Так, еще раз заглянем, заглянем. Я решил краем глаза, вот, посмотри, здесь. Да. Так, окей, ладненько. Так, и тут я решил засейвиться на всякий П. Вот. Так, а я решил еще обыскать себе труп этого офицерчика. Так, 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 так. Вот. Вот, а я, и вот, я не помнил, ребят, говорил ли я это или нет, но вы, если вы, наверное, попросите у меня, если у вас, хватит, вопрос, буду ли я проходить Снайпер Элит-4, то, возможно, буду, ребятушки. Либо, почему возможно? Потому что, ребят, вот, у меня в некоторых местах, у меня, вот, игра подвисает. Но не вылетает, ребятушки, поэтому Снайпер Элит-4 я, возможно, буду проходить. Так, тихо. Так, ай-яй-яй. Ай, тихо, тихо, без палива. Вот. Так, тихо, не палимся. Вот, просто я вот думал, ребята, что мне делать с этим охранником. Я думал, подмани... вот, побегать и подманить его, чтобы наткнуться на ловушку. Ну, ребятушки, вот, я вынужден был передумать. Ибо там еще один охранник, и вот он тоже... Вот, видите, недалеко еще один охранник, и он мог меня спалить. Поэтому, да, ребятушки, я решил не рисковать. Так. Так. О, вот тут вовремя подлетели вот самолеты, и вот я воспользуюсь маскировкой звука, ребят. Маскировкой выстрела. Так, один охранник уже нашел труп своего товарища. Вот, да. Так, вот здесь вот еще, ребятушки, будьте поаккуратнее. Тут еще в этой миссии будут вражеские снайперы. Вот. Так, ребята, вот там охранник. Я решил попробовать подманить его, чтобы он на ловушку наткнулся. Но этот поганец, как назло, не пошел. Я решил попробовать бегом. Его попробовать подманить. Но он все равно не пошел, несмотря на это. Вот это вот раздражает, ребята. Вот, по идее, вот охранники, вот они должны вот прочесывать. И вот если уже подозрительный звук, они должны прочесывать местность. Но они почему-то не идут. И вот поэтому, да, ребятушки, напрашиваются тут, конечно. Вот, да. Поэтому вот. Ну что ж, ладно, не будем вот расстраиваться. Пойдем, давайте потихоньку продвигаться дальше. Вот. Поэтому, да. Это жесть настоящая. И вот, ребят, я уже... Я не помню, говорил ли я это или нет. Хотя нет, я точно не говорил, ребят. Что вот снайпер или три, вот я вот пройду допол... И не только вот останусь сюжетной линии. И вот пройду еще дополнение и удалю эту игру. Но вы не поймите, ребята, меня неправильно. И вот вы наверняка спросите, почему я собираюсь удалять эту игру. Вот, она же хорошая. А вот, ребятушки, просто понимаете, я с большинством игр, которые я играю, вот я открываю по возможности все достижения. Вот. Просто если игра мне сильно нравится, если у меня есть, вот, скилл. Хватит скилла открыть все достижения. Я открываю все ачивменты и удаляю. И удаляю. Да. Так вот, то же самое вот со снайперы три, ребята. Это я реально... Не поверите, но я открыл все достижения. Вот. Поэтому, да. Я решил вот записать прохождение снайпера третьего и потом стереть ее. Ибо все, ребятушки, вот я... В третьего снайпера я открыл все 77 достижений во третьем снайпере. И вот поэтому, да. Все. В снайпер лет три, ребята и девчата, я уже окончательно наигрался. Поэтому, да. Я решил записать, залить видео на YouTube и потом стереть. Так, тихо. А, блин. Черт, я промахнулся. Вот. Ну, хорошо, у меня пистолет с глушителем. Вот этот охранник не понял, откуда стреляет. Вот. Поэтому, да. Пронесло. Так. Вот, ребятушки. Ну, надеюсь, все, кто меня смотрит, давно поймут меня. Вот, помимо вот третьего снайпера, я вот... И ТЛС, я буду также в снайпер лет четыре. Ребят, я буду проходить дополнения. Там у меня все достижения. Все дополнения, вот, у меня куплены. Вот я, помимо основной игры, купил сезонный абонемент. И мне пришли автоматически все дополнения. Там камуфляжные винтовки, или тополя, и дополнительные миссии. И вот, ребятушки, вот... Вот в третьем и четвертом снайпере, ребята, вот... Фюрер, вот, где... Есть, где надо, вот, охота на Гитлера. И вот, там... Вот в третьем и четвертом снайпере, там и среди ДЛС и миссии, есть каждый... Вот в двух обеих играх есть дополнение убить фюрера, где надо убить самого Адольфа Гитлера. Так вот, ребятушки. Вот Гитлера можно убить несколькими способами. Как в третьем, так и в четвертом снайпере. Вот в третьем снайпере, насколько я помню, там семь способов убить Гитлера есть. Вот в четвертом, там, насколько я знаю, там надо убить Гитлера вот взрывчаткой на катере, когда он будет. Плюс можно гранату в суп ему подсунуть. И вот я все... Вот все... Все способы, с помощью которых нужно убить Гитлера, вот я все выполнил, ребят. Да. Поэтому вот, ребятушки, вот... Вот снайпер Лит-4, ребята, я повторюсь, я буду проходить, возможно. И вот как у меня программа позволит записывать. Просто понимаете, ребята, вот у меня в некоторых играх, когда я записываю вот бандикамом, и монтирую вот с помощью Sony Vegas Pro 13. Так вот, ребятушки, и вот, поэтому да. Вот, поэтому я, возможно, буду снайпер Лит-4 записывать. И вот, если вот у меня получится, я обязательно его запишу. Просто понимаете, ребята, если вы смотрели вот прохождение игры Hitman Absolution от ютубера Ивана Фалиота, так вот, он записывал Hitman Absolution, предварительно все челленджи выполнив. Вот, так же и вот и я, вот, со снайпера Лит-4. Вот я предварительно все состязания решил выполнить. Там, вот, я не помню, уже говорил ли я это, нет, но состязания, вот, там нужно выполнить определенные условия. Например, вот в одной из миссий, вот, пройти вот одну миссию, вот, убив не больше десяти врагов. Плюс, или вот пройти миссию ни разу не задержав дыхание, или использовать только одну винтовку. Вот, я вот все челленджи, ребята, во всех миссиях, вот, включая DLC, кроме двойки, кроме режима двойки, я все челленджи выполнил, ребят. Поэтому да, ребят, сейчас, ребятушки, я пока не спешу со снайпер Лит-4, вот, я еще хочу коллекционные предметы все собрать. Вот, по крайней мере, вот, в сюжетных миссиях. Вот, вы понимаете, ребята, вот, коллекционные предметы, вот, есть не только, вот, в сюжетных миссиях и DLC-миссиях. Есть еще, вот, в режиме двойка, где надо вдвоем с напарником действовать. Поэтому да, ребятушки, вот. Так, кто-то там труп товарища увидел своего. Вот, поэтому да, ребятушки, вот, поэтому со снайперы Лит-4 пока, ребята, придется подождать. Ну, а повторюсь, ребятушки, снайпер 4-го снайпера я проходить, возможно, буду. Если мое ПО позволит. Так, тихо, тихо, тихо. Беспаливо. Фух, чуть не спалился. Поэтому да, ребятушки, вот, снайпер Лит-4, вот, возможно, будет. И вот, если, тем более, плюс, буду ли я проходить 4-го снайпера, вот, отчасти от вас, мои подписчики, зависит. Вот, если вы захотите 4-го снайпера на запись, то я его обязательно пройду. Вот, я уже там большую часть достижений открыл, там, вот, 82, 85 достижений, вот, да, 85, точно, я уже забыл. Я вот 72 уже открыл достижения. Вот, а вот, эм, эм, вот, снайперы Элит-В-2, вот, ремастере, вот, я, там одно достижение мне осталось, сказать, это закаленный снайпер. Надо служить 40 часов. Просто, понимаете, просто повторюсь, ребятушки, я, я вот, по возможности, если у меня есть возможность открыть все достижения в какой-либо игре, то я открываю их, записываю, вот, и удаляю, чтобы она не занимала место. Насколько я вот знаю, вот, четвертый снайпер, вот, со всеми дополнюю, где-то 50, почти 50 гигов весит. Поэтому, да, ребятушки, вот, да, вот, поэтому я, ой, ну, в общем, вы поняли. Так вот, ребятушки, вот, я помимо, вот, и вот еще, и помимо, вот, стелсов, я еще слэшеры же ведь еще прохожу, вот, рубилки. Так вот, ребятушки, вот, вот, и мне осталось еще, вот, я, вот, Devil May Cry 4 Special Edition, вот, прошел еще два раза. Вот, вот, я сначала за Вергилия, вот, а, вот, в режиме легендарный Черный Рызарь, вот, несколько, вот, недавно закончил, вот, за Леди Итриш на сложности Данте должен умереть. И остался по четверке мне последний забег. Это за Неро и Данте. Вот. Поэтому, да, ребятушки, все, остался еще один забег по четверке. И на этом все, ребят, я со спокойной душой, типа, потом смогу четвертую часть удалить. Все, чтобы она не занимала место. Так. Так, 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 так. Так, вот, ребятушки, как я, и вот еще, как я говорил несколько минут назад, я тут несколько раз спалиться умудрился. Просто, понимаете, там, вот, ой, там, видите, там броневик едет, и вот этот броневик, как назло, спалил меня. Видите, ребятушки, вот, броневик, как назло, меня увидел. Хотя, вот, хотя напрашивается, вот, вот, как он меня спалил, вот, он же в сторону, вот, он глядел, вот, стрелок на броневике в сторону глядел, как он мог меня спалить. Вот это вот напрашивается, сильно напрашивается. Но я решил здесь уже ничего не вырезать, я решил просто отбежать в сторону, и всё. Вот, решил просто вот, да, отбежать в сторону, спрятаться, подождать, пока он успокоится, а потом, вот, заложить на маршруте, по которому ездит этот броневик, мину, вот, фугас, и потом взорвать этот, чёртов броневик к чертям. Поэтому да, ребят, вот, я уже, я вот тут-то повторюсь, я, в этой миссии я ничего не вырезал, вот, и я решил ничего не вырезать, и вот, если я спалюсь, то, вот, и вот, вот, я решил вырезать только если я погиб, ребят. А я в этой миссии ни разу не погиб. Так, ребятушки, я решил вот, вот, динамит, вот, заложить в фугас, да, чтобы уничтожить этот броневик, чтобы он тут не мешался. Вот, и вот, я, я, к сожалению, точно не разглядел, вот, где ездит. Вот этот броневик, ай, блин, тихо-тихо, всё, не спойнишь меня. Вот, реально, ребята, вот, опять чуть я не спойнился. И вот, реально, ребятушки, вот, я точно не разглядел, пока маршрут, по которому ездит этот броневик, и я решил вот на двух путях заложить, вот, заложить взрывчатку. Да. Так, ну, давай, броневичок, где ты, наткнись уже на мою ловушку. Так, я решил отметить его на всякие пожарные, вот, чтобы, ам, вот, баумс. Всё, блин, сдох. Вот, и отлично. Я решил, ребята, фугас подобрать, который я тут заложу. И вот, ребятушки, к сожалению, вот, видите, ребята, вот, фугас, и иногда сливаются с местностью. Вот, поэтому, да, ребята, вот, поэтому я иногда, вот, иногда не замечаю, где я заложу взрывчатку. Вот, всё, ребят, ну, темнение, ребятушки, я нашёл таким. Вот, да. Так, ещё тут грузовичок, вот, а тут по этой, вот, в этой дороге грузовик ехал. И вот, ребятушки, я заранее заложил фугас и взорвал этот грузовик ко всем чертям. Но это, ребятушки, ещё не всё. Тут, извиняюсь за возможные спойли, но нам ещё предстоит уничтожить вражеский танк. Вот, поэтому, да. И вот я решил подготовиться к его приезду. Ребят, вот, видите, я решил заложить динамиты и фугас. Вот, танк, я точно помню, поедет здесь. Поэтому, друзья, я решил вот так вот. Вот, заложить взрывчатку, поставить ловушку и подготовиться к таким образом. Вот, да, таким образом подготовиться к приезду танка. Вот так, это я тут ещё на карту посмотреть. Вдруг я что упустил. Так. Так, окей, ладненько. Так, вот тут, ребятушки, вот возвышенность. И вот я решил, ребят, вот подняться. А тут ещё несколько охранников. Я решил вот заранее подняться и вырубить их. Вот так. Так, ну-ка сядем на курточки. Вот там впереди трое охранников. Я решил вот... Аммм... Вот, я решил гранатой их. Вот, трой... Вот, бамс. Видите, тройное убийство. Всё. И никто даже... И никто из охранников даже не всполошился. Хотя, может быть, из-за того, что... А, вот... Тут только что надо мной пролетели самолёты. Вот, может быть, из-за этого никто не услышал вот взрыв гранаты. Ну, да ладно. Пофиг. Так, окей, ладненько. Я решил просто посмотреть, нет ли тут ничего. Вот. Так, тут внутри остались ещё они там. Где-то пятеро охранников. И вот поэтому, да. Я решил вот проявить терпение. Вот, дождаться пока самолёты тут будут пролетать. Вот. Вот, ибо вот из-за охранников, которые внутри, вот мне нескольких удалось вырубить. Вот. Поэтому, да. Вот. Так, я ещё засейвиться на всякий пожарный. Вот. Так. Так, 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 так. Повторюсь, ребята. Вот ту тактику. Вот один выстрел. Вот. Выстрелил и убежал. Я решил применить потом. Ближе к концу. А сейчас, ребяточки, я пока решил вот... Вот подождать, пока самолёты будут. Пролетать. И вот они в какой-то... И вот когда я вырубил двух охранников внутри, вот эти самолёты, вот в какой-то мере, вот... Аммм... И вот пролетели вовремя. Вот с самой подходящей моменту у меня... Надо мной пролетели. Вот мне удалось вырубить двух охранников, вот, замаскированным выстрелом. Поэтому, да, ребяточки. Вот. Надеюсь, вот это кому-то поможет. Вот. Да. Так вот. Так что ж, давайте самолётики, вот, пролетайте над мной, создавайте вон. Но, увы, вот... К сожалению, вот они не сразу, вот... Амм... Вот, а самолёты не сразу у вас создают замаскирующий звук. Да, поэтому, да, ребяточки, вы уж не серчайте. Что иногда приходится так долго ждать. Так, вот всё. Вот наш замаскированный выстрел. Бамс! Вот и всё, вот так вот. Удалось мне вырубить. Вот двух охранников, но... Будьте поосторожнее, вот, ибо там ещё несколько охранников внутри. Так, 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 так. Ага, вот охранники сполошились и нашли... Нашли трупы своих товарищей. Ну, они ненадолго сполошились. Они, вот, подождите, они рано или поздно успокоятся. А потом можете выносить их направо-надлево. Да. Так, окей, ладненько. Вот. И вот по поводу миссии, вот, ребята, держу пари. Вот самая длинная, вот, на записи миссия, вот, это наверняка последняя. Пусть завод Ротэ. Ибо там, ребятушки... А, вот реально, это... Эта миссия, вот, реально, довольно длинная будет. Плюс мало того, что вот там... Там... Аммм... Вот локация довольно большая. Так ещё и охраны много. Вот. Поэтому, да, дорогие друзья, вот... Наверняка, вот, на заводе Ротэ там придётся побегать. Просто, понимаете, ребята, там, вот, повторюсь. Вот, на каждой миссии, вот, есть побочные задания. Вот, я не хочу ни одного пропустить, поэтому, да. Поэтому я, вот, если что, поэтому иногда приходится переигрывать на некоторые миссии. Вот, а насколько я узнаю, вот, на следующей, вот, миссии этого... Вот, я точно не помню, как она называется, аэропорт. Понимаете, вот, там, ребятушки, несколько побочных миссий. Вот там, вот, надо... Вот уничтожить его технику, вот уничтожить ещё радистов надо. Вот, ну и освободить пленных союзников. Да. Поэтому, да, ребятушки, там, вот, на следующий миссий там тоже несколько побочных миссий. Да, я точно не помню, вроде бы три их, ребят. Да, вроде бы три. Так, вот, давайте самолётом пролетаетесь, создавайте... Вот, да. Маскируйте мой звук. Вот, да. Всё отлично. Так, я ещё за сейвиться. И тут ещё на всякий п. Так. Вот. Не знаю даже, ребята, что ещё сказать. По скорому... Единственное, что могу сказать, что в скором времени вот прохождение основной сюжетной линии снайпера или три подойдёт к концу. Вот так. Вот здесь вот, ребятушки, я... О-ой. Так. Бам. Нечего тут в меня полить. Вот реально, здесь, возможно, вот на рандом может проехать грузовик. Вот, поэтому, да, ребята, я решил мину тут заложить, чтобы зарвать его заранее. Вот так. Сейчас мы отходим. Вот всё, ребята, брызгаем. Так, вот здесь вот, ребятушки, потом, вот, когда мы выполним определённые вот условия миссии, вот тут появятся охранники. И вот я решил заранее ловушки тут понаставить. Так, вот, растяжки. Чтобы вот враги наткнулись и подохли. Моментально. Так. Так, 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 так. Получай. Вот. Так, я решил вот ещё здесь на всякий случай поставить. Вот все три входа заминировать. Да. Так, окей. Так, 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 так. Тут, ребятушки, вот этот очень склад небольшой имеется. Тут патроны, тут боеприпасы, в общем, ребят, и прочие прибамбасы. Так, а вот здесь вот, ребятушки, вот у нас документы. Ну, их надо взять. Вот, если хотите его почитать, что здесь, ставьте на паузу, ребят. Я читать здесь вот не стал ничего читать. Вот я решил вот сразу вот отправиться вот за комбинацией к сейфу. Да. Так, ребятушки. Вот тут, ребятушки, вот я тут немножко подзапутался. Просто понимаете, понимаете, вот, я думал, вот, офицер, который, вот, имеет при себе комбинацию себе, поедет по дороге, вот, по которой там танк должен будет ехать. Ну, увы, ребятушки, я немножко подзапутался. Реально, ребят. Вот, я давненько не играл в третьего снайпера, вот, а несколько лет перед тем, как записывать. Да. Поэтому да, ребят, вы уж не серчайте. Так, 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 так. Тут растяжечка, еще одна. Я решил взять ее на всякий пожарный. Ну, вот, и пригодится куда-нибудь. Так, вот эти вот, вот эти вот солдатей, ребята, вот это вот элитные, элитные солдаты. Вот они лучше подготовлены и быстрее могут спалить вас и поднять тревогу. Вот так, ай-яй-яй. Уф, чуть не спалился. Так, вот здесь вот, ребята, там, где находится офицер, вот, с комбинацией к сейфу. Вот, там, ребятушки, вражеский снайпер, так что будьте поаккуратнее. Вот. Тут, ребятушки, я, как обычно, решил дождаться... А-а-а, решил дождаться, вот, пока самолеты будут пролетать. Вот. Да. Поэтому, да, я решил, вот, дождаться момента, а потом, вот, вырубить того офицера, который носит при себе комбинацию к сейфу. Потом вырубить его, успеем, ребят. А сейчас, ребятушки, пока проявите немножко терпения и ждите. Пока не будут пролетать самолеты. И, вот, и у вас не будет возможности, вот, заглушить выстрел. Да. Так, 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 вот, держу, бари, вот, вот, тут самолеты пролетели, но облом, ребят. Да, там, вот, возможности замаскировать выстрел у меня не выпало. Как назло. Ну, да ладно, ребят, всё, всё нормально. Успеем. Так, 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 так. Так, ой-ой-ой, вот, блин. Один снайпер, вот, один из этих элитных солдатей, я таки заметил, как я тут... Вот, ээ... Вот, как я тут расхаживаю, и... Ну, вот, эээ... Но, тем не менее, ребятушки, мне удалось двоих солдатеев элитных убрать, и вот, под замаскированным выстрелом, и вот, всё нормальненько. Вот, никто там не... И вот этот солдатей вот даже ничего... не заметил, как я вырубил его товарищей. Да. Так, окей, ладно, друзья. Сейчас, вот, я решил засейвиться. Вот, да. Так, 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 так. Так, там будьте поаккуратнее, ребята, там вражеский снайпер где-то засел. Так, да. Так, а там офицер находится внутри этого небольшого строения. Вот, а вражеского снайпера, ребят, я не сразу увидел. Вот. Поэтому, да, ребятушки, вот, поверьте, снайперы здесь будут. Вот, не только вот сейчас, но и в конце, ближе к концу миссии. Вот, да. Так, окей, ладно. Так, а, вот, а вот он и вражеский снайпер, про которого я упомянул. Вот, видите, ребята, я решил заранее отметить его, чтобы... его знать, не забыть про него. Так, ну-ка, бам! Так. Так, ага, вот еще несколько элитных солдатеев. Так. Где-то из солдатей. Так, это офицер, который носит комбинацию к сейфу. Вот. Так, а вот еще один солдатик, вот на глазах у которого... Вот, давай, я щупал. Поэтому, да. Я решил вот немножко побегать и вот подманить вот этого солдатика. И потом прописать ему хэд. Давай, иди сюда. Бам! Вот и все. Готово. Так, вот этот вот, естественно, вражеский снайпер, сожжение, так спятался, что его мне не достать с винтовки. Вот. Но я решил, ребяточки, вот в ближнем бою его вырубить. Вот еще, ребята, вот насколько я помню, вот в одном... Вот в одном из эпизодов «Спасти Черчилля», ребят, там есть одно достижение. Вот, охотник. Цель которого — убить снайпера в ближнем бою. И вот, да, ребята, у меня оно открыто, поэтому да, ребята. И вот, повторюсь, у меня к третьему снайперу все достижения открыты. Вот. Поэтому, да. Вот, повторюсь, я запишу вот основную сюжетную линию, плюс запишу еще дополнительные миссии, и на этом, ребятушки, все. Потом забуду про третьего снайпера. И вернусь к Devil May Cry 4. И вот, ибо с DMC 4, ребята, вот у меня там остался последний забег. Так, вот, я закончил проходить вот за Вергилия, за Леди и Триш, но и остались только Меру и Данте. И вот, и на этом, ребятушки, все. Да. Так, окей, ладно. Так, окей. Что ж, ладно. Сейчас нам нужно вот объединиться с Брауэром. И вот там, ребятушки, вот там катсцена будет еще. Вот. Так что сейчас, ребята, бежим к Брауэру. И смотрим небольшой ролик. Брауэр. Брауэр. Ты был прав. Видишь? Я же говорил. Брауэр. Вот когда эти немцы, они убили Брауэра. Ну, они за это опоплатятся. Вот, ребятушки, вот, именно вот про этот момент я и говорил несколько минут назад. Вам предстоит уничтожить вражеский танк. Но я, ребят, подготовился к его приходу. Вот, я поставил тут мину. Вот, фугас с динамитом. Сейчас вот, вот, танк наткнется на него и произойдет большущий бум. И танк будет моментально. Вот и все, ребята. Видите, тигр уничтожен. Вот, ребятушки, все. Отлично. Вот, вот, именно к этому, ребята, я и готовился. Я заранее, вот, заложил фугас. И... Ну, в общем, ребят, вы поняли. Так, ребятушки, вот так. Ой, тут, ребятушки, я тоже испугался. Думал, кто это тут меня палит? Оказывается, тут еще один броневик. Вот, видите, ребята, тут броневик этот круги наворачивает. Так, ну-ка. Так, тихо, тихо. Беспаливо. Так, вот, вот, я одному не понимаю. Вот, вот, стрелок на броневике смотрит в другую сторону. Как он может меня палить? Вот это вот непонятно. Так, ну, тем не менее, ребятушки, я решил завозить заряд, чтобы взорвать этот чертов броневик, чтобы он тут не мешался. И вот тут, ребятушки, вот, тут я вот на мгновение вот испугался, подумал, вот, я, наверное, неправильно фугас поставил. Решил взять, но вот фугас... Вот бывает такое, что фугас может злиться с местностью. Вот слизу с песком. Вот, реально, ребятушки, вот, я решил не буду заморачиваться на его поиске. Я пойду вот, вот, к месту назначения. Вот там, ребятушки, элитная охрана появилась. И вот, но я немного подготовился к ее приходу. Вот, так, ребятушки, там броневик едет, будьте поосторожнее. Вот, но я, вот, но, к счастью, мне, ребята, удалось уничтожить этот броневик. Он сейчас, он наткнулся все-таки на мою мину. Вот. Давай, взрывайся. Бамс, вот и все, вездеход уничтожен. Вот славно. Чтоб больше не надоедал мне. Так, 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 так. И вот будьте поосторожнее, ребята, там элитная охрана. Вот, около храма, вот, там элитная охрана, ребята, необычная. Вот, необычные пехотинцы. Вот. Так, вот я решил, ребята, отметить как можно больше. Просто, понимаете, ребята, вот тут я испугался. Вот, как это они на мои ловушки не наткнулись, гады? Вот. Но все-таки кто-то наткнулся на мои ловушки. Да. Так, давайте, давайте, немцы. Упс. Опля. Кто-то наткнулся-таки на мои ловушки. Но, к сожалению, ребята, на одну не наткнулись. Вот, да. Поэтому, да. Так, вот здесь вот, ребятушки, прежде чем вот, эээ... Вот, я порешать всех, я решил отметить для начала. И вот тут-то, ребята, вот, как я сказал несколько минут назад, я ближе к концу решил воспользоваться так, эту подлую тактику. Выстрелил, убежал. Выстрелил, убежал. Вот, один выстрел и один побег. Вот, с места, вот, эээ... С последней позиции. Да. Вот поэтому, да, ребята, вот, эээ... Ибо, ребятушки, не серчайте, но мне уже, честно говоря, было лень ждать. Вот, мне надоело ждать, пока эти самолеты будут пролетать над головой, чтобы я мог замаскировать выстрел. И вот, да, ребята, я вот решил воспользоваться этой подлой тактикой. Самое главное, ребята, вот, если вы подумайте использовать эту тактику, самое главное, не стреляйте долго выезд с одного места, иначе немцы поймут, откуда вы стреляете и засекут вас. Поэтому, да, вот, учтите это, если будете использовать... Если будете стрелять из громкого оружия, не используя, ребят, маскировку выстрела. Так, поэтому, да, лучше помните об этом. Вот, да. Повторюсь, ребятушки, вот, я решил вот сейчас вот использовать эту тактику. Просто реально, ребята, мне уже... Я человек по жизни терпеливый, ребят, но поверьте, даже мое терпение было не бесконечное. Вот, поэтому, да. Я решил вот так вот, сначала вот этому товарищу прописать парочку пунктов, и вот этому. Вот так вот. Вот, двоих я вот смог таки порешать. С помощью замаскированного выстрела. Но, повторюсь, ребятушки, мое терпение тоже не бесконечное, вот, поэтому я решил использовать эту тактику. Выстрелил, смотался, выстрелил, смотался. Вот, чтобы меньше палива было. Так, этого товарища я пока не могу достать. Я решил на этих двух переключиться. Так, ну-ка, давай покажем морду. На тебе! Вот, реально, ребят, здесь все. Мне уже надоело ждать, пока появится возможность замаскировать выстрел. Так, чуть не спалился. Так, этого давай еще тоже отметим на всякой пожарной. Вот. Так, сейчас я тоже решил воспользоваться этой терпеливой. Стрельнул, смотался, стрельнул, смотался. Вот, ибо, я повторюсь, ребятушки, мне уже поднадоело ждать. Так, где-то высуни свою рожу. И вот. На тебе в лицо! Вот, ребята, это подает тактика. Стрельнул, смотался, стрельнул, смотался. Вот, это помогает. Вот, видите, я сменил позицию, теперь вот немцам сложнее будет меня спалить. Вот. Поэтому, да, ребятушки. Вы уж не серчайте. Вот, что я иногда не натру хардкор. Прохожу. Ибо, ребятушки, поймите, что у моего терпения, повторюсь, тоже лимит есть. Да. Так, тут я решил немножко подождать, пока вот у меня пульс не будет слишком быстрее. А и то, иначе я не смогу задерживать дыхание. Вот. Так. Так, окей, ладненько. Так, сейчас, ребята, подождем, пока этот солдатей остановится. Так, вот. Так, о! И в самый удобный момент. Еще. Вот, да, вот. Маскировка звука. Так, 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 так. Давай, солдатей, высуни свою рожу. На тебе, пульс. Так, все, ребятушки, охрану храма мы убили, но я на всякий пожарный решил все равно смотаться вот на... Вот, сменить позицию. Так, 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 так. Вот, все, смена позиции успешная. Вот, поэтому, да, я решил вот... Так, вот здесь вот, ребятушки, я вот... А, вот. Так, сейчас, ребятушки, вот, я решил, что напоследок осмотреться. Вот, вот видите, ребята, там еще солдатей. Вот, обычный. Я его только сейчас увидел. Поэтому я решил его урубить. Вот, все, чтобы они меньше палево было. Да. Поэтому вот. Так, сейчас, ребятушки, сменим позицию. Вот, все. И сейчас, ребятушки, идемте к сейфу. И смотрим ролик. Сейфу. 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 Да, вот Что ж, посмотрели мы этот небольшой фильм И вот эту пленку И вот, ребятушки, я на просмотре пленки решил тоже помолчать Вот, да Так, а вот здесь вот Ну и вот здесь под конец еще вражеские снайперы появились Вот, ребятушки, вот Именно вот тут-то я вынужден был спалиться Вот, ибо, ребята, реально Вражеские снайперы вот На высокой сложности крайне опасные Много хп снимают И вот еще, ребята, я на этой миссии, кстати Чуть не погиб Вот, да Вот, вот вражеские снайперы Чуть меня не убили Но, слава богу, у меня были медикаменты Я смог подлечиться и положить этих Немецких снайперов Поэтому, да, ребятушки, вот Так, 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 так Так, так, а насколько Вот, один снайпер вражеский готов Вот, я точно помню, ребята, что Снайперы, вот, вражеские будут еще На этих строениях Вот, да Поэтому, вот Вот, отлично Так, 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 так Так, где вы, снайперы? Вы покажитесь Оп, опля Одного снайперюга я видел Но, блин, не успел отметить его Блин, беда Но ничего страшного, ребят Так Так, опа Еще один снайперюга Вот На, получи Вот, реально, ребят Вот снайперы, вот Капец, какие Вражеские снайперы, ребята Капец, какие опасные Вот Вот Так, вот здесь вот я Испугался Вот, я думал Вот они справа где-то Внезапно появятся Так, 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 так И вот еще, ребята Помните То здание То строение, где Мы нашли офицера С комбинацией К сейфу, ребята Вот там Один вражеский снайпер Находится там Так, 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 так Вот Вот, вот, вот Видите, вот Вот это вот строение Вот небольшое И вот Один снайпер там засел Вот видите Вот куда я сейчас Только что биногрец посмотрел Там засел снайпер Я не сразу Про это вспомнил Но вот я решил Подойти поближе Так, и И, ну, вообще И прикончить Этого снайпера Так, вот видите Плюс этот поганец Такой, вот Меня еще услышал Но пофиг Все равно То, что Этот снайпер услышал Шаги Карла Это все равно Будет последнее Что он услышит Вот Поэтому все нормально Ребяточки Вот, повторюсь Я чуть не погиб здесь Вот, я решил Вот Вот подкрасться К этому снайперу И вырубить его В ближнем бою Сюрприз Вот так вот Так, никто не сможет Победить Карла Так Так, 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 так Так, где это Вражеский снайперюка Реально, ребята Вот Один из снайперов Так спрятался Что я его хрен найду Так Ай-яй-яй Ага Вот Я увидел Мерцание Прицела И вот На тебе По мозгам В голову Так 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 Окей, ладно Так Ой-ой Где-то еще Вражеский снайпер Засел Ой-ой-ой-ой Вот Ребята Вот видите Опять Вот тут-то Я испалился Ребят Снайперами Не запалили Но пофиг Сейчас мы их Положим Вот реально Ребята Там Один из снайперов, которого я хотел отметить Но не успел, ребята, реально Я засел где-то так Ой, блин Блин, ребятушки Вот тут, ребятушки, я испугался Думал, все, сейчас эти снайперюги Меня положат Реально, ребят, я испугался Думал, все, мне кранты Так, я думал Вот сразу вырубить этого снайпера Ой, от блина Так, вот здесь вот, ребят, я не сразу понял Вот, достал ли я этого снайпера Вот Так, ну решил, ребятушки, вот по-другому поступить Тут я не сразу додумался Вот через окно подглянусь, ребята Вот, чтобы отметить Два снайпера Сейчас ты, мразь, у меня поплатишься На тебе На тебе в лицо, мин Вот, все Так, там еще, ребятушки, вражеский снайпер остался И вот я понял, где он находится И вот он находится около того здания Где мы убили офицера Который имеет при себе вот Имел, точнее, при себе вот Комбинацию к сейфу Поэтому, да Вот я вот Осмотрелся с помощью бинокля Все, вот и все Еще, последний снайпер Вот, да Так, да блин Бамс Так, 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 так Да блин, что ж у меня не получается Умри! На тебе в голову Хэдшот тебе Так, вот и все, ребятушки Сейчас вот мы смотрим катсцену Ну, а В ней ничего В ней не будет никаких диалогов, ребят Видите, просто вот Карл, он похоронил своего друга Брауэра Вот, ну, Ириш и взял патрон с его винтовки Чтобы потом Вот, покарать Валена За смерть друга Да Ну вот, ну на этом, ребятушки Все Миссия пройдена И на этом, ребята Я пока с вами попрощаюсь Вот С вами был, как всегда Я, агент Фокс И мое прохождение Снайпер Элит 3 Всем спасибо за просмотр Не забываем Подписаться Прокомментировать Поставить оценки Ну и все такое прочее В общем, ребята и девчата На этом все, пока Пока Увидимся в предпоследней миссии Основной сюжетной линии В общем, всем спасибо за просмотр Всем удачи и пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok